Обычаи старше закона, а воспитание важнее происхождения. Эти проистые истины известны еще и с глубокой старины. Сегодня люди придерживаются правил и норм поведения, не задумываясь об истории их происхождения. Когда зародился этикет, как менялся в разные эпохи, и почему современному человеку так важно знать его основные правила, об этом мы вам расскажем в нашем специальном проекте «Золотой этикет». Прежде всего стоит сказать о том, что сам термин «этикет» ввел в обиход Людовик XIV, на королевских приемах которого гостям вручали карточки, этикетки с правилами поведения. Что касается России, то до XVIII века наши предки жили руководствуясь домостроем, сводом правил священника Сильвестра, жившего в эпоху Ивана Грозного в XVI веке. Согласно установленной традиции, единоличная власть в семье принадлежала отцу, который выступал в роли семейного судьи. Основоположником западных манер этикета в России стал Петр I. Для просвещения дворянских детей царь велел трижды переиздать популярную в Европе книгу «Юности честное зерцало» или «Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Многие из правил этого издания не утеряли актуальности и сегодня. Этот труд был адресован в первую очередь молодежи и в доступной форме рассказывал о правилах поведения в обществе. Прививался этикет насильно, дворяне не стремились исполнять все правила, которые выдвинул Петр I. Особенно противились внедрению танцев. Однако император заставил придворных танцевать во что бы то ни стало. И вскоре балы стали одним из самых важных придворных событий. Воспитанному дворянину полагалось, например, быть всегда вежливым и учтивым, знать иностранные языки, уметь красноречиво говорить, с почтением относиться к старшим и так далее. Правила этикета внедряли жизнь соответствующими указами, содержащими угрозы наказания за их невыполнение. Особое место в придворной и светской жизни занимали балы и ассамблеи. Ассамблеи в России были введены Петром Великим, вследствие возвращения его из-за границы в 1717 году. А в 1719 году был издан указ о балах и ассамблеях. Ассамблеи французского «Ассамблео» – прообраз дворянского бала празднования. Они проводились во все времена года – летом на открытом воздухе. В программу ассамблеи входили еда, напитки, танцы, игры и беседы. Петр сам составил правила организации ассамблеи и правила поведения на них гостей, по французскому примеру. По регламенту ассамблеи продолжались с 17 до 22 часов. На ассамблеях самая большая комната отводилась под танцевальный зал. В соседних помещениях играли в шашки и шахматы. Элизабет Моншер, вы знаете, что сейчас такие привычные дамы, как мы с вами, должны иметь в своем гардеробе не менее стадрогать совести. Неужели так много? Уи, Моншер, именно столько наш государь велел приобрести знатную даму. И какое же украшение на сегодня читается Кампахер? О, Элизабет Моншер, неужели вы не знаете, самое модное украшение сейчас – склаваш. Я вам сейчас покажу. Мой муж недавно привез из Франции. О, это божественно! Великолепно! Манифик! Ну как? О, это же стены! Кроме моды на обилие украшать себя драгоценностями и высокие, огромные прически с начосами, теперь строгий этикет предписывал каждому сословию свой стиль в одежде. Девушки и женщины надевали узкое и открывающие плечи и грудь европейское платье. Дамский костюм теперь состоял из юбки, корсета и распашного платья. Корсет, который в Европе носили с 16 века, заставлял женщинам особые неудобства. Корсет нельзя было надеть самостоятельно. Шнуровку на спине девушкам затягивали служанки. В нем было очень трудно дышать и расслабиться или согнуть спину. С непривычки многие дамы, находясь весь день в узком платье, падали в обморок. Обязательным аксессуаром были и перчатки. Их не снимали на протяжении всего вечера. Важной деталью дамского бального костюма был веер, который служил своеобразным языком общения. Если дама хотела намекнуть кавалеру о своих чувствах, она могла правой рукой указать закрытым веером на сердце. А если чувств не было, сделать движение закрытым веером. Падение веера могло свидетельствовать не только о неловкости дамы, но и о том, что она согласна принадлежать своему избраннику. А внезапно закрытый веер мог свидетельствовать о ревности. Открыто демонстрировать свои эмоции, особенно негативные, считалось неприличным. А еще, чтобы быть принятым в обществе, непременно нужно было уметь танцевать. Любовь к танцам распространялась очень быстро. При Екатерине незнание танцев считалось недостатком воспитания. По замечаниям послов и их приближенных, присутствовавших на крупных балах начала века, 1710 году русские дворянки уже правильно красились и причесывались, не уступая европейским дамам. Русская женщина, еще недавно группая и необразованная, так изменилась к лучшему, что теперь мало уступает немкам и француженкам в тонкости обращений и светскости. А иногда даже имеет перед ними преимущество, писал приехавший в Россию в 1709 году гольщицкий дворянин Вильгельм Верхольц, указывая не только на новую моду, но и на изменения в поведении людей. Годы шли, все изменилось, монархия оказалась свергнута. Царских дворов и придворных балов больше нет, а этикет остался. Конечно, он претерпел множество изменений, однако знать основные правила поведения в обществе, и следовать им считается признаком хорошего тона и вызывает уважение. Придворный этикет в наше время – это правило поведения на официальных приемах, где присутствуют высокопоставленные должностные лица и президент. Этикет как таковой – это не тогда, когда мы встречаемся с царями, королями и президентами, а это каждый день. Потому что этикет – это часть коммуникации, это часть общения. Это то, как мы общаемся, как мы здороваемся, как мы обращаемся друг к другу, как мы вообще коммуницируем. Главное правило, важное для этикета, золотое правило этикета для нас – это уважение к достоинству другого человека. Современный публичный этикет подразумевает соблюдение и других правил поведения в обществе. Следуя правилам этикета, каждый человек перед тем, как выйти в общество, должен обязательно обратить внимание на одежду. В зависимости от того, на какое событие собирается человек, стиль одежды должен быть соответствующим. Одежда обязательно должна быть чистой, опрятной, не вызывающей. Вторым главным составляющим элементом является речь. Она должна быть грамотной, культурной, без резких, вульгарных, нецензурных выражений. Кроме этого, необходимо следить и не допускать употребления слов-паразитов. Неэтично опаздывать на встречу, задавать личные или скользкие вопросы, привлекать к себе внимание. В обществе необходимо вести себя скромно, культурно и невызывающим.